Всех приветствую на канале. Часто пользователи радиоприемников Moahit DSP-1 и Moahit DSP-2 спрашивают, как подключить радиоприемники к персональному компьютеру для последующего управления со стороны разных программ или, например, записи звука. Итак, у меня операционная система Windows 10 и вид рабочего окна приведен для примера. Я открыл устройство и принтеры. В данный момент приемник у меня подключен. И мы видим здесь устройство Moahit Receiver. Если мы откроем свойства данного устройства, то увидим вот такие настройки. Это составное USB устройство, которое состоит из устройств Moahit Headphone. Это устройство для воспроизведения звука, то есть с использованием данного девайса мы можем воспроизводить звук, который, например, воспроизводится в данный момент на компьютере. Устройство Moahit IQ. Это устройство для записи квадратурного сигнала. Или, иными словами, здесь передается квадратура с сэмпул рейтом до 160 кГц в радиоприемнике DSP-1 и 192 кГц в Moahit DSP-2. Moahit RX это, собственно, сам звук с радиоприемника. То есть, если мы хотим, например, на радиоприемнике воспроизводить звук, который играет в компьютере, то мы должны использовать устройство Moahit Headphone. Если мы хотим записывать звук с радиоприемника, или квадратуру, или сам звук уже демодулированный, значит, тот, который мы слышим в радиоприемнике, то должны использовать устройство или Moahit IQ для записи квадратуры, или Moahit RX. Также присутствует устройство с последовательным интерфейсом USB-ком, в данном случае 9. Значит, это устройство для работы по CAD-интерфейсу. С помощью данного устройства мы можем управлять приемником, например, через программы типа HD-SDR. Там драйвер для USB CAD-интерфейса можно скачать на нашем сайте. Для этого заходим на сайт moahitim.com, разделы компании, документация, и видим файл USB-драйвер для CAD-интерфейса для Moahit DSP, Moahit DSP-2. Скачиваем его и устанавливаем. USB-драйвер для CAD не имеет цифровой подписи, что бывает, вызывает трудности у пользователей операционных систем Windows 10. В данный момент у меня на персональном компьютере все работает. Я не могу продемонстрировать, как установить драйвер без цифровой подписи, но в описании к видео я приведу ссылки на описание процесса по установке драйвера без цифровой подписи на операционной системе Windows 10 или подобных. Итак, все драйверы установлены, радиоприемник включен и подключен по USB к компьютеру. Перед тем, как использовать виртуальное аудиоустройство радиоприемника, необходимо зайти в панель управления звуком и включить или отключить нужное устройство. Давайте рассмотрим устройства, какие у нас есть. На вкладке воспроизведения есть устройство радиоприемник Moahit Headphone. Это устройство для воспроизведения звука, передаваемого из компьютера в радиоприемник. То есть, если вы хотите прослушивать звук, который у вас звучит на компьютере и в радиоприемнике, например, в наушниках его, то вы можете это устройство включить. Мне же эта функция не требуется, поэтому она у меня выключена. В устройствах записи есть два устройства. Это Moahit Spectre, Moahit IQ и радиоприемник Moahit RX. Moahit RX радиоприемник служит для того, чтобы можно было на компьютере, например, записывать звук радиоприемника. Мне эта функция не требуется, поэтому данное устройство у меня сейчас отключено. Для того, чтобы включить или отключить устройство, необходимо нажать правую кнопку мыши на данном устройстве и выбрать пункт включить или отключить. Устройство Moahit IQ предназначено для передачи квадратурного сигнала в программы, например, типа HD-SDR. Это устройство мне требуется, поэтому оно и включено здесь. В качестве примера запустил программу HD-SDR. Выбираем в настройке Soundcard, нажимая F5 или на соответствующую кнопку с помощью мыши и выбираем входное устройство RX Input, Moahit Spectre или Moahit IQ. Вот оно. Выходное устройство RX Output – это то устройство, которое используется у вас на компьютере для воспроизведения звука. Далее выбираем Sample Rate требуемый. Ну, допустим, в моем случае в качестве примера выберу 192 кГц. Значит, здесь все нормально. Далее выбираем раздел Options. Здесь есть настройки для калибровки приемника, Calibration Settings. Можно, например, откалибровать аспектр приемника в HD-SDR, подав эталонный уровень и указав это значение в PolyCorrect Level. И есть функция подавления постоянной составляющей. Это небольшой печок на нулевой частоте. Но это все на усмотрение пользователя. Далее смотрим настройки для подключения CAD. Нас интересует раздел Catch to Radio. OmniRig. Значит, и смотрим, что здесь есть. Есть опция USV1, Institute of V2. Использовать версию 1 или версию 2. Вот. Ну, по моим наблюдениям, эта опция ни на что не влияет. Выбираем вкладку Setup. Смотрим. Значит, настройки RIG1, RIG Type TS 590. Компорт. Это тот номер виртуального компорта, который у вас присутствует в системе при подключении приемника. В моем случае это компорт номер 9. Выбираем BOD RAID нужный. Скорость особо не влияет. Можно ставить минимальную, можно ставить максимальную скорость. А остальные все настройки можно не трогать. И далее, значит, среди этих опций всех, еще раз посмотрим, что есть. Значит, есть опция SYNC RIG1 и SYNC TO RIG и SYNC FROM RIG. Эти галочки и опции нужны, значит, для того, чтобы изменения на HDSDR отображались на приемнике. И наоборот, изменения в приемнике отображались в HDSDR. Выбираем функцию SYNC MODULATION. Это для того, чтобы режимы работы, используемые в HDSDR, также передавались и в радиоприемник. И выбираем функцию SYNC LO FREQUENCY. Это для синхронизации частоты LO, которая является основной при приеме. То есть, центральная частота приема, это есть частота LO. Значит, а частота маркера, который обычно используется при перемещении по панораме, значит, это вторая частота TUNE. Если все было сделано правильно, то можем нажать кнопку START F2 и увидеть, что все работает. Давайте проверим. Все работает, все сделано правильно.